Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум, или же Александр. И мы вместе с вами продолжаем развивать нашу маленькую, но при этом очень прекрасную планету в игре под названием Birthdays the Beginning. И должен сказать, что чем больше будет роликов на этом видео, тем больше будет серий по этой замечательной игре. Хотя на самом деле я хотел сказать совершенно другое. В прошлой серии нам наконец-таки удалось получить первый экземпляр настоящего неподдельного древнего человека. И в общем-то вот он. Раньше он обитал внизу среди джунглей, сейчас же он решил обосноваться на горе. Видимо, ему показалось, что здесь будет безопаснее. И называют его Гомоэректус, друзья. Живет он рядом со своим прародителем по имени Астралопитек. И скоро вот этот вот первый доисторический человек сможет запустить необратимую цепочку действий, которые приведут к образованию настоящей людской цивилизации. И здесь начнут вырастать со временем, я думаю, людские города. Это было бы очень круто. И возможно даже пойдет какое-нибудь новое ответвление от нашего человека, и появится что-нибудь интересное. Кто его знает? В общем, поживем, увидим. А я пока переношусь в макро-режим. И будем ждать, что же будет происходить спустя миллионы лет. Будет ли Гомоэректус развиваться? Появятся ли новые виды? Либо Гомоэректус вымрет. Нет, это пока нам неизвестно. И оказывается, вот этот вот мус-мускулус, которого я искал, это обычная маленькая мышка, просто новенькая. Хм, а я искал, думал, что это за мус-мускулус. Такое классное название, видимо, это будет какое-то дикое мускулистое существо. А это маленькая мышка. Вот как иронично. Нет, ну может быть это не маленькая, но очень мускулистая мышка. Вот в чем прикол, да, наверное? Не знаю. И мне не нравится, что у меня на планете так много гор. Без гор, друзья, никак. Я это уже понял, на своих ошибках я уже научился, что если не будет гор, то температура будет слишком высокой. Но они немножко не вписываются, понимаете, как мне кажется. И гомоэректус развивается слишком медленно. Их всего лишь сейчас, на данный момент, тысяча экземпляров. Тысяча. Как-то маловато. Они могут не закрепиться столь маленькой популяцией. Да, я помню, что астралопитек тоже постепенно, медленно развивался. Но не так же медленно. Я могу, друзья, это дело исправить. Смотрите, какой есть у меня инструмент. Я могу заюзать специальный волшебный дождь, который увеличит продуктивность моего гомоэректуса просто-напросто в разы. Чего, чего, чего? Так, так, так. Гомоэректус. Я что-то не понимаю, куда ты свалил, дружище? Я не хочу опять тысячу лет летать по планете и искать тебя, засранца, пока ты прячешься. Нет, ну вы посмотрите на него. А-а-а-а, друзья! Ха-ха, я понял! Ты искал себе даму! И ты нашел эту дамочку. Посмотрите, вот! У меня был мужик, а теперь у меня есть еще и женщина. Зашибись! И когда же вы начнете рожать детишек и размножаться, я не знаю. И знаете, что довольно прикольно, друзья? Обычно все виды имеют лишь одну модельку. Например, пес, он будет псом всегда. Динозавр будет всегда динозавром. И мы не сможем различать динозавра-самку и динозавра-самца. А вот у людей есть два вида человека. Два вида гомоэректуса. Самка и самец. Хотя, с другой стороны, блин, многие смогут различить самку и самца велоцираптора. А? Ну, я думаю, что нет. Поэтому, наверное, сделали такое упрощение. Или, например, самку брахиозавра. Или самца. Возможно, они отличаются размерами. Просто бывают многие виды, когда самка больше. Например, у тиранозавра самка больше, насколько я знаю. У брахиозавра, может быть, тоже. Ну, ладно, не будем об этом. Будем об улучшении и проведении очередных опытов над нашим человеком. У нас есть еще семена эволюции, которые я пока тратить не хочу. Я хочу заюзать вот это вот. Водичку жизни. Так, заюзаем на тебя, братишка мой. И заюзаем на твою, конечно же, женку. И давайте строить уже, наконец-таки, поселение. Вы должны меня удивлять в этой серии. Если вы делать этого не будете, помните, что я в любой момент по щелчку пальцев могу вас истребить. И появилась какая-то новая лаксодонта. А гомоэректус развивается. Их 4200 стало. Все-таки моя водичка сработала. И что это за лаксодонта? А, это какой-то новый то ли слон, то ли новый вид мамонта. Не знаю. Гомоэректус опять вымирает. 2890. Что и не нравится? 2754. Вроде бы условия у них подходящие. Смотрите, они гуляют по планете. То в одном месте бывают, то в другом. А все равно как-то особо они не размножаются. Даже несмотря на то, что я использовал этот новый инструмент. Я не знаю. Может быть, температурные условия для них не подходящие. И стоит что-то придумать. Создать местность, где они будут чувствовать себя замечательно. Но я не знаю, где эту местность можно организовать. И какая температура им нужна. Я, конечно, могу посмотреть. Но многие не хотят, чтобы я смотрел. Типа, так интереснее, когда в энциклопедию не заглядываешь. Да, согласен. Но бывает без энциклопедии не... Оба, на мус бараляли... Бореалис какой-то. Видимо, это тоже какая-то разновидность мышки. Раз мус... Мус... Мускус... Мус... Блэляляля... Нет, короче, друзья. Не развиваются они. И вполне вероятно, что они вообще уже вымерли. А нет, гомоэректусы живут. 2900. Я жду, я жду. Я надеюсь на то, что они все-таки закрепятся и начнут нормально плодиться. Нормально развиваться. Хотя уже можно психануть и использовать семя эволюции на них Но боюсь, что они не переживут столь серьезный эволюционный бум И они просто-напросто не успеют приспособиться и вымрут, потому что их слишком мало Хотя на тех же астралопитеков я юзал, по-моему, хотя нет, астралопитеков было уже 30 тысяч, когда я использовал семя эволюции Нет, они на трех тысячах остановились, но хотя бы не тысяча Уже как бы плюс, друзья, хотя бы не тысяча И может быть какие-то новые виды появились Да, вот этот вот новый мус Да, это слоняра, друзья, это слон Хм, были мамонты, теперь появились слоны Логично, логично, даже спорить смысла нет Так, ну и как там поживают мои... А-а-а-а, друзья, вот почему они так медленно развивались Они строили свое поселение, посмотрите, это цари горы Они теперь будут жить здесь, у них есть свой дом А может быть они еще что-то построили? Блин, забавно, круто, несомненно, очень круто Я знал, что будут поселения, но что так быстро? Хм, уже появляются соломенные вигвамы, соломенные шалаши такие своеобразные А где ты потеряла своего мужика? Мм? Признаешься? Видать, он пошел куда-то охотиться и приносить добычу к своему очагу А ты следи за очагом, чтобы он там не газ Чтобы крыша не промокала В общем, делай все грамотно и красиво, дамка Давай Хм, ну а я пока возвращаюсь Мы увидели что-то новенькое Думаю, можно... Опачки, стоп Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Почти, почти проморозился, друзья У нас там новый вид на горе как бы появился Может быть, это растение А может быть, это что-то живое Так, по-моему, это растение Вот, а нет, смотрите-ка, наверху что-то Ха, мне даже любезно подсвечивают Что это такое, интересно? Это растение Всего лишь напросто новое растение Жаль, 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 что это не животное Это какое-то... Я ж... А, еще новое? Хм, кактусы какие-то северные Апунтия Что-то еще есть? Еще что-то подсвечивается Ладно, надо абсолютно все сфоткать Потому что, ну мало ли Мало ли, мало ли, мало ли Че у вас тут еще новое появилось? Давайте, признавайтесь Я ж вроде все сфоткал А вот, смотрите, что-то среди деревьев спряталось Друзья! Вот она эта мышка! Ха! Спряталась! От меня не уйдешь! Млекопитающие появляются и на горе Мусс Бориалис Точно! Хе-хе! Ну, типа Бория, Бориалис Наверное, это как-то связано, типа, с холодом Ладно, что-то еще здесь есть новое, по-моему Так-так-так-так-так-так-так-так А это случайно не новое насекомое? Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Ничего не вижу больше нового, друзья По-моему, все вполне себе старое Ладненько, ладненько, ладненько Что-то я... Оп! Стоп! Поторопился Смотрите-ка Смотрите-ка Что-то здесь подмигивает мне Видимо, нужно забраться наверх Либо снизу Стоп, стоп, что-то появилось Я же вижу, что подсвечивается Но я не могу понять, что Все эти цветы сфотканы Ёлки тоже, может быть здесь трава вот эта новая Или что, я не знаю, мышка Мышка! Это, видимо, мус-мускулес, а я его не сфоткал Он здесь носится, бегает Блин, даже попить захотелось Чуть пересохло во рту от волнения О, да, глоток живительной водички Я тоже, нет-нет, да и начну эволюционировать со временем Хотя вряд ли, я уже эволюционировал до максимума Хотя, блин, во что превратятся люди через пару миллионов лет? Было бы забавно, да, посмотреть? Правда, друзья? Ведь человеческая раса в том виде, в котором мы знаем Есть совсем чуть-чуть Мы только родились, считайте Мы даже и не пожили, ну сам людской род Вообще даже не ощущается на планете Как плевок А со временем, эй, люди разрастутся Их будет еще больше И они начнут превращаться в каких-нибудь монстров Которые со временем будут вытеснять других людей И эти монстры будут неизвестны Даже, будут они более высокоразвитые, чем люди Будут ли они обладать большим интеллектом Или же нет Потому что бывает же так, что, наверное Из одного вида Потом эволюционирует другой вид И он менее интеллектуально способный Чем его прародитель Не знаю, наверное, может быть Потому что, например, тех же Велоцирапторов Считали все, ну просто чуть ли не гениями Были очень умные динозавры И что теперь? Говорят, что еще из Велоцирапторов Много получилось птиц Ну, не знаю К тому же здесь, например, Велоцирапторы Изображены как бегающие птицы А есть ведь умные птицы Очень умные Например, те же попугаи Есть такая порода Жака Они вообще сногсшибательно умные Вороны Тоже гениальные животные Птицы Очень умные вороны Даже хотел себе в какой-то момент ворона завести Но потом подумал Это столько лет он живет Столько с ним забот Столько нужно за ним ухаживать Это такая большая ответственность Что я пока не готов на себя брать ее К тому же ему нужно большое пространство для жизни Ведь это большая птица Он хочет постоянно летать А еще я знаю, что вороны любят крушить квартиру Очень жестко крушат квартиру Там, где они живут Поэтому их обычно запирают в отдельной комнате Ну, в общем Много прикольного с воронами связано Это реально классные птицы И они еще говорят Очень-очень верные И что, мол, если на тебя напали Ворон может напасть в ответ И начать тебя защищать Например, так Или, например, ворон привязался К одному из членов семьи Он его любит А других членов он вообще Никак не будет воспринимать И будет даже их атаковать тоже А ворон, ну, может и голову пробить Не дай бог Ну, короче, жесткие это животные Очень умные, злые И преданные птицы Такс, ну что тут у нас? Босс вымер Пока я ждал Вымер босс А мои Ребятушки не развиваются Я постоянно Гомоэректусы Вот, забываю, как их зовут Гомоэректусы Эй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Может быть Надеюсь, хотя бы их шалаш не исчез С моей планеты Босс появился снова Оба-на, босс Босса не убить Босс то исчезает, то появляется Но то он и босс В конце-то концов Ладно, что-то ничего не происходит Друзья мои Что-то ничего не происходит Домик остался Но они не развиваются Ладно, давайте попробуем 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 снова Семя жизни использовать Мало ли, вдруг получится Давай, иди сюда Мужика ты своего Где-то просрала Это понятно Но ничего Тебя мы Немного польем водичкой Давай Показывай результат, дама Показывай результат Что-то в этой серии Я и делаю, что болтаю Толком мы ничего не сделали Просто я реально хочу Уже увидеть новых людей И мне все как-то не терпится Я бы хотел еще над рыбами Поэкспериментировать Но, друзья Рыбы что-то Как-то не хотят Не поддаются мне И насекомых нет Нужно будет и насекомых создать Такс Но я думаю, когда я начну Изменять температурные условия На планете При... Когда уже размножатся люди Люди, думаю, по-любому Смогут приспособиться Потому что люди Знают, что делать И при большой жаре И при глубоком-глубоком холоде Так что За людей можно будет не бояться Мне кажется, они приспособятся А если у нас появятся уже Разумные люди Высокоразвитые У которых будут какие-то технологии Не только простейшие домики И сено Но еще что-то новое Свои города Тогда они смогут И согреваться И охлаждаться По мере надобности В общем Все будет здорово Ну а пока Что-то человеки мои Не человечничают Не хотят развиваться Люди же довольно быстро Расползаются Если так подумать Плодятся тоже неплохо Может быть Они устраивают войны Между своими Опять их 3000 Их же было 7000 3100 Да, друзья Походу мне придется Все-таки Строить для них Местность Придется заглядывать В Энциклопедию Это в принципе Не возбраняется Потому что это Возможность игровая Думаю Если сюда заглянуть Никто на меня особо не обидится О, сколько у нас еще Видов закрытых Такс Где у нас люди Где у нас люди Где у нас люди Люди у нас здесь И им требуется Что? От 2 до 32 градусов тепла И от 10 до 64 градусов Ой, градусов говорю Процентов влажности Окей Окей То есть от 2 до 32 А вообще В идеале От 12 до 18 При такой температуре Они рождаются Окей От 12 до 18 С влажностью Думаю, ладно Влажность можно будет В любой момент устроить Хорошо Где можно организовать От 12 до 18 Какая температура На этих горах Горах Большая Большая Им нужна температура Поменьше Что ж Что ж А здесь Почему, кстати, здесь Они не рождаются Здесь температура Зашибенная Прям таки то, что Доктор прописал Для людей Давайте здесь Поднимем локацию Здесь будет как раз От 2 до 18 От 12 до 18 Температура Вот так вот Смотрите-ка Раз, раз, раз Есть подходящая температура И влажность Здесь тоже В принципе подходящая Здесь даже гору Еще немного подниму Тут у нас паучки Да, эти крабики Наземные ползают Так что Ничего страшного Не будет Если они поднимутся А вот для людей Это будет Очень важная территория Здесь они будут У меня выживать И появляться Так Опять я кусок поднял Да, блин Что этот кусок Вечно захватывается Опять получилась Какая-то хрень, друзья А я этого Даже не замечаю Ну что это такое, блин Ну вот что это такое А, и убрать быстро Не получится Это реально придется Минут 5 тратить Чтобы убрать эту хрень Ай, ладно Ладно Ничего страшного Какие-то горы у меня получаются идиотские Дебильные скалы Скалы Ладно, ну может быть там появятся люди Не зря же я строил столь странное место Хотя, как они туда заберутся? Вопрос, правда? Ну зато горная местность у меня прикольная Прикольная, прикольная Нет, друзья, что-то они пока не плодятся Может быть у вас есть предложение Как заставить их плодиться Вон у нас новые мыши появились Ну а пока на этом все, друзья Большое спасибо за внимание, за просмотр До новых встреч, их уже 9 тысяч Пошло дело 10, пока, друзья, пока Будьте счастливы, пока